Пожалуйста. Владимир Владимирович, ну я из Владивостока, меня зовут Мария Соловьенко, газета «Народные вечи». Я хочу вас порадовать, хоть что-то доброе сказать, хотя я критикую очень жёстко в своей газете. Вы это знаете, наверное, да? Знаю. Знаете, спасибо. Всем я критикую. Вот вы сейчас сказали, что вы дадите поручения, ещё дешевле билеты, а вы разве не знаете, что сегодня из Владивостока до Москвы и обратно можно перелететь за 6 тысяч рублей? Ну да. Так куда уже ниже? Наш аэрофлот вообще не надо. Спасибо вам большое за… Ну это разминка. Да, да. А, вот оно. Конечно. Значит, спасибо вам за то, что вы вспомнили про субсидирование перевозок с Дальнего Востока в Москву, в Петербург, в Сочи. И не только с Дальнего Востока. Это у нас из Сибири, из некоторых точек есть, из Норильска. И мы будем продолжать это субсидирование. В этом году на цели субсидирования выделено, по-моему, 12 миллиардов рублей. Но это касается ведь не всех граждан. Это касается только определённых возрастных групп, молодых и людей пенсионного возраста. Это первое. Второе. Вот на такие дальние маршруты у нас ещё есть инструменты влияния. Но особенно сложно у нас с местными перевозками, где подчас люди для того, чтобы добраться из одного населённого пункта субъекта Федерации в другой, должны летать через Москву. Вот что плохо. Вот я о чём говорю. Ну и сейчас, Владимир Владимирович, соберитесь и ответьте на очень серьёзный вопрос. Попробуй. У нас на Дальнем Востоке и трубопроводы строятся, и замечательные, правда, мосты построили, и всё остальное. Но для кого мы это строим? А тест понравился вам? Само проведение? Как вообще жители восприняли вот это крупнейшее международное мероприятие, которое мы провели во Владивостоке? Мы, кстати, вполне могли провести и в Петербурге, где инфраструктура готова, или в Москве. Владимир Владимирович, меня, как всегда, не пустили на этот отец. И пять лет не пускали на ваши конференции. Но я и не гордая. Я сижу и пишу. Поэтому и не пускают. Мы сюда пустили? Значит, прогресс есть? Прогресс есть, да, это так. Шутка. Значит, по отецу. Действительно, ну, мосты хорошие. Дороги хоть и валятся хорошие. Жить стало лучше, да, вверху. А внизу плохо живется, все равно. Ну, там, мэры, все. Мы не будем о коррупции сегодня. Я вообще не хотела о плохом. Ну, придется. Вот границы наши, вы знаете, не очень они защищены. Для кого мы строим? И вот этот бывший министр обороны, это такая боль. И мне кажется, вы его назначали. И даже в последнее время по телевидению уже оправдывали. Вот я бы хотела сказать, спросить вернее, что вы можете сказать по поводу вот этого руководителя, и как вернуть эти деньги, которые они уворовали? Славянка это и прочее. Вот, что нам делать с обороной Российской Федерации? Чего они уворовали там? Уворовали, ну, миллиарды. Вы не знаете? Нет. Нет, не знаю. Я сейчас скажу, почему. Ответьте, пожалуйста. Как вас зовут, да? Мария меня зовут. Мария? Мария. Маша, садись, пожалуйста. Спасибо вам. Маша, будь любезной, микрофон, пожалуйста, отдайте. Нет, не, не, давайте уважать коллег. Она уже не отдаст. По поводу того, что вы воровали или не вы воровали. Я уже пояснял свою позицию. Я никого не оправдывал. Я действительно назначал Сердюкова в свое время. И он в целом, что касается реформирования вооруженных сил, двигался в целом в правильном направлении. Вопрос во внешних формах проявления отношения к людям – это отдельный вопрос. И человек в погонах заслуживает к себе уважения. Часто, знаете, большие руководители уже… Вообще любой человек заслуживает уважения со стороны начальника. А люди в погонах – это особая каста, и к ним нужно с особым уважением относиться. И вот что касается стиля руководства, там действительно были вопросы. Но я его уволил не за это, а уволил за то, что у органов следствия возникли обоснованные сомнения в том, что правильно выстраивалась работа, связанная с реализацией имущества и по некоторым другим вопросам. Но я всё-таки хочу, знаете, хочу, чтобы мы всё-таки оставались на… Я вот говорил про законность, и это было применительно к нашей радикальной оппозиции, но и применительно к властям – это то же самое. То же и властей касается. Да, есть сомнения в корректности поведения и принимаемых решением министра обороны. Поэтому он отстранён. Но уворовали или не уворовали, как вы сказали, может решить только суд. И вот в чём я могу вас заверить, в том, что и следствия, и судебное разбирательство будут предельно объективными. Нет желания никакого кого-то выгораживать. Никто не будет выгораживаться там, и никто не будет этим заниматься. Вот это сто процентов, вы можете быть уверены на сто процентов, но только суд может определить, виновен кто-то или не виновен, уворовали или не уворовали. И что с этим делать? В том числе в некоторых случаях надо предъявлять и гражданские иски. Я думаю, что действующий министр обороны Шойгу Сергей Кужугедович в состоянии этим заняться, он человек опытный. Кстати, на мой взгляд, по моей информации, ведомство уже готовит некоторые иски в гражданском правовом порядке. Всё будем восстанавливать и доведём это всё до конца, не только по министерству обороны, но и по другим направлениям. Скажем, вы вспомнили про Сердюкова, но развивать систему ГЛОНАСС в своё время – это моё было решение. У нас ведь как принималось решение по развитию ГЛОНАСС? Я посмотрел в своё время планы развития ГЛОНАСС, мы бы тогда предложенными планами правительства никогда эту систему не создали, потому что у нас спутники не 15 лет, как там западные, эксплуатировались, а сейчас мы к этому переходим уже, а 5-6 лет, 7. И система финансирования по ГЛОНАСС была выстроена таким образом, что пока мы запускали бы следующие спутники, уже часть с орбиты должны были бы снимать. И тогда мы никогда бы не добились нужной нам группировки 28-29 спутников. Тогда я принял решение изменить систему финансирования, увеличить её с тем, чтобы решить проблему создания необходимой группировки спутниковой. И, соответственно, сделать следующий шаг по развитию наземной инфраструктуры, что для нас достаточно сложно, имея в виду отсутствие национальной компонентной базы в области электроэлектроники. У нас отдельная программа есть по развитию сейчас электроники. Мы привлекли и частный бизнес, и государственные ресурсы увеличили. Но знаете, мне как было неприятно услышать, что там тоже есть подозрения в воровстве, подозрения в коррупции. Мы сосредоточили такие деньги туда, опережающим порядком направили, высокотехнологичную сферу. Я смотрел, как этот проект развивался. Мы, кстати, сделали это быстрее, чем наши европейские коллеги. Я уже тоже говорил об этом. Я предлагал им когда-то совместно эту работу осуществлять. Это одна из высокотехнологичных областей, где мы опередили наших конкурентов и партнёров. А у них ещё там на орбите, по-моему, 10 спутников нет, а у нас уже целая группировка, работающие уже. Я с такой гордостью смотрел на этих людей, которые это всё делали, и думал про себя, вот как здорово, что у нас есть такие ребята умные, эффективные, честные. Оказалось, что и там есть проблемы. И мы и это доведём до конца, так же, как и в других отраслях.